И к нам в студию пришел гость, это Гульмира Амангалиева, журналист газеты «Недели в Саратове», которая побывала лично на саммите «Шоус» и на саммите «Брикс». Здравствуйте, Роман! Здравствуй, Гульмира! Можно даже на ты, мы друг друга знаем. Ну, собственно, ты там побывала. Пока можешь рассказать, может, как-то более общее о своих впечатлениях от этих саммитов, как журналист? Ну, конечно же, мне там очень понравилось. В первый раз я побывала на мероприятии такого большого масштаба, международного масштаба. Ну, что больше всего запомнилось? Во-первых, запомнилось то, что первое мое очарование, что меня не допустили до основных встреч глав государства. Оказалось, там ограниченное количество журналистов, от каждой национальной делегации может туда попасть. Но я, как и все остальные журналисты, могу принимать участие в брифингах с политиками, министрами, профильными министрами России по различным направлениям, чиновниками «Шоус», «Брикс» и так далее. Ну, и в последний день я попала на пресс-конференцию с Владимиром Путиным. То есть, региональные журналисты, я так понимаю, не имели досуга в больших мероприятиях, да? Только в федеральной СМИ. Да, я об этом, к сожалению, не знала. Узнала только тогда, когда приехала. Ну, в итоге смирилась. Было множество других преимуществ от моей поездки в Уфу. Ну, например, я узнала, что я могу посещать театры, музеи. Бесплатно? Совершенно бесплатно. А это как журналист? Как журналист, как участник саммита в Брикс и Шоус. Что было интересно, нам раздали брошюрки, в которых было написано, что мы можем посещать все заведения Уфы культурные совершенно бесплатно при наличии мест. Ну, нужно заранее позвонить. Я звонила, говорю, ой, вот мы журналисты, освещаем саммит, Брикс и Шоус. Ну, какая-то слишком длинная конструкция, согласись. Да. А вот мой коллега из Ростова, с которым вот я все эти дни общалась, он говорил, намного проще он говорил, мы делегаты саммита. И перед нами сразу открывались, сдавались без боя все кассы. Нам в театрах доставались самые лучшие места, на самом лучшем ряду. Вот мы два раза подряд ходили в один и тот же театр, настолько нам понравилось. Другое преимущество от моего участия в саммите Брикс и Шоус – это ресторанная еда, которой нас, как журналистов саммита, кормили. И даже в один из вечеров для нас устроили фуршет с участием подзабытых звезд голоса. Они нас развлекали, исполняли песни. Просто замечательно. Да. Ни на одном СМИ ее федерально не расскажут о том, как прекрасно Шоус и Брикс оказывается. Ну, знаешь, а вот как сама Уфа говорят, там было много всяких, пытались плакатами занавешивать разбитые здания и так далее. Ну, то, что нас обычно любят делать в городах, когда к чему-то готовятся большому. Вот это правда? Ты видела такое? Да, мы один из дней, который был менее насыщенным мероприятием, мы посвятили изучению города, его достопримечательностей. И, конечно же, заметили множество таких баннеров, транспарантов, которые закрывают собой лачуги, полуразрушенные здания. Но хочется заметить, и асфальт может быть где-то там неправильно уложен. Ну, всякое бывает. Но хочется заметить, что это было не так много, как ожидалось, как писали блогер Илья Варламов и так далее. Ну, в принципе, в любом городе при подготовке к такому масштабному мероприятию может возникнуть такая ситуация, тем более, если это Россия. Но город мне очень понравился. И понравилось отношение людей к такому мероприятию. В основном все с пониманием относились к тому, что проходит саммит. Несмотря на то, что им сказали, жителям города сказали о том, чтобы они ушли в отпуск, уехали на дачу. Всем городом. Да. Понятно. Ну, имею в виду тем жителям, которые проживают в месте проведения саммита. Там город уже достаточно долгое время находится, там перекрыты дороги. Ну, само собой. Да. Одна улица закрыта была полностью, и в ней дежурили полицейские на расстоянии нескольких метров друг от друга. Это вокруг здания Конгресс-хома, где проводился саммит. Оказалось, что их привели из других регионов России. А почему? Просто потому, что в Башкортостане не хватило своих полицейских, чтобы обеспечить защиту и безопасность на саммите. А вот можно как-то сравнить, как Уфа готовилась. Саратов, конечно, к таким мероприятиям огромным не готовился. К нам и президент приезжает, и премьер-министр, и патриарх Кирилл, в конце концов. Вот можно как-то соотнести, вот, как масштаб потемкинских методов в Уфе и в Саратове? Ну, конечно же, если посмотреть, в каком состоянии у нас находится город, то давайте представим, что скоро у нас будет какое-нибудь такое масштабное мероприятие. Саратов бы полностью представлял собой потемкинскую деревню. Его у нас было затянуть одним большим плакатом из космоса. Да. В этом месте город. Вот, и еще хочется заметить, что Уфа, она меня удивила чистым воздухом. Я вообще, ну, думаю, ну, Уфа, Уфа, я никогда до этого... Какие-то три буквы, да? Да, какие-то три буквы, какая-то столица там, пусть даже республики, одной из республик в составе России, оказалось красивый, чистый город. И оказалось, что самый зеленый город в России. И мне действительно захотелось там жить. Ты представляешь? Представляю. Так что советую. Жить иногда хочется. Особенно в чистых зеленых городах. Где проходят саммиты, туда они несут все деньги. Да, это тоже неплохо. Собственно, давай немного по сути поговорим, наверное, все-таки. Не только о впечатлениях, но вот Шосс и Брикс. Вот ты можешь рассказать немного, что это такое для наших зрителей? Шосс и Брикс. Это же немного разные организации, я хочу говоря. Ну, начнем с Брикса. Собственно, две эти организации отличаются друг от друга тем, что Брикс – это неформальная организация. У нее нет никаких там уставов, документов, которые регулируют ее деятельность. Она возникла в 2009 году, не так давно. Ну, по инициативе российской стороны. Само название – это аббревиатура пяти стран, которые входят туда. Ну, Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Ну, сам по себе интересный союз, да? Ну, сам по себе интересный. Какие у них цели? Цель, конечно же, в первую очередь экономическое сотрудничество, ну, там, политические интересы. Кто-то там, кто-то, например, в России ищет себе политических более-менее союзников, кто-то, наоборот, делает упор на экономике. Ну, все-таки разные у них мечты у всех, да, получается? Ну, и они гордятся, члены этого объединения гордятся тем, что в этот союз входит самое большое население планеты, ну, и по многим другим показателям. Ну, и вообще приятно посмотреть на лидеров, на представителей разных стран с разных континентов. Африканцы, индусы, китайцы, бразильцы. А ШОС – это организация, шанхайская организация сотрудничества, которая до некоторого времени, вот, до Уфимского саммита, включала только шесть членов. Два таких локомотива – Россия, Китай, и четыре страны, которые, ну, с азиатских страны, не очень богатых. Ну, Казахстан, более-менее, конечно, выделяется на этом фоне, да, Казахстан. Далее – Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Целью этого союза, который возник в 2001 году, и вот уже существует 14 лет, 15-й пошел, было в первую очередь обеспечение безопасности. Ну, там, стабильность. Да, при этом это не военный союз, надо понимать. Да, при этом это не военный союз, как они и мы противоставляем себя НАТО, который с ярко выраженной такой милитаристской позиции выступает. Вот. На саммите в Уфе в состав было заявлено о вступлении в ШОС двух новых членов. Это Индия и Пакистан. Две страны, которые уже там в середине XX века между собой конфликтуются, находятся, мягко сказать, не в очень хороших отношениях. Придется им теперь дружить. Да, теперь придется дружить в составе ШОС. И было заявлено, что вот только благодаря ШОС удастся, наконец, примирить эти страны. Ну, конечно. Ну, да. Как же еще? Вот. И еще заявил о своем намерении в ближайшее время вступить в ШОС Иран. Ну, только после того, как будут отменены санкции в отношении Ирана. Потому что вот документы, которые легли в основу ШОС, они подразумевают, чтобы не было в отношении членов ШОС никаких там санкций. То есть за Иран, возможно, мы скоро все будем вступаться усиленно. Да, и мы уже начинаем. А вот я посмотрел, знаешь, я, естественно, готовился к эфиру и посмотрел китайский пропагандистский мультик о том, что такое ШОС. И там, собственно, задавали вопрос, как бы нарисованные героини, всякие европейские личности, там, в футбол кто-то играет, в Бразилии. В общем, не суть. Задавали вопросы, собственно, что делают в ШОС, зачем он существует, какие у них реальные дела. И вот я тебе скажу, китайский мультик ответил мне, мне ответил китайский мультик, что они встречаются, дружат, у них становятся более теплые отношения, и они заключают некие договоры. Все, больше никакой конкретики не было. А вот ты это видела, ты можешь, вот тебе что-то виделось другое? Действительно, вот поначалу казалось именно так. Существуют какие-то организации внутри ШОС, там, межбанковское объединение, еще там много разных объединений. Генеральный секретарь ШОС по фамилии Мизенцев заявил о том, что у них находится шикарный офис в столице Китая, Пекине. Да, вот все прекрасно у них там организовано. Почеркивали свои дружеские отношения, да, таким образом? Ну, да, и это в том числе. Китай тем самым показал свой интерес к этой организации, предоставил помещение. Вот. Ну, цель существования такого объединения вообще действительно какая-то не столь очевидная. Потому что, с одной стороны, ну, первичная цель обеспечения безопасности, стабильности. Ну, да. Ну, согласись, это не такая цель, за которую прям вступаешься в бой. Ну, да, можно сказать, мы за мир, там, кое-как предпринимать попытки бороться с там, с оборотом наркотиков, там, с терроризмом. Ну, такая, вяло текущая организация была долгое время. И вот, может быть, после Уфимского саммита это примет немного другой оборот. Во-первых, это связано с тем, что ШОС впервые за 14 лет стал расширяться. И в него вошли две такие страны, которые, после чего в ШОС входит население, которое составляет 42% от населения всего земного шара. Большая организация. Конечно. Да. А во-вторых, те проекты, которые связаны с ШОС, это экономический пояс шелкового пути, проект Китая. Который подразумевает строительство транспортных магистралей, которые свяжут Россию, Китай, страны ШОС, финансовая система. То есть, имеется в виду обмен между этими странами в национальной валюте без использования долларов. Ну, и некоторые другие планы экономического характера, которые проталкивает Китай. Россия, вот я читала аналитику, она не так активно делает уклон в сторону экономического развития. Да, потому что боится, что лидером в этом экономическом развитии будет Китай. Ну, само собой, раз он проталкивает. А Россию куда делают уклон? Вообще делают его? Ну, России, прежде всего, нужны друзья на внешнеполитической арене, на международной. А вот как-то антиамериканская риторика здесь отражается? На саммите? Да, вот в ШОСе или в Бриксе говорили о том, что мы должны объединиться против Запада. Конечно же, явно об этом не говорили, наоборот, таки говорили, что мы там развиваем свой регион, противопоставляли ШОС НАТО и так далее. Ну, и вообще все, в основном все слова были, заявления министра иностранных дел Лаврова, заявления Путина, ну, были более-менее дипломатического характера. Но все же некоторые фразы антиамериканского, антизападного характера проскальзывали. Именно у нашей, так сказать, делегации, да, получается? Да, конечно, не без этого было. Но все-таки делаю все упор на том, что Брикс и ШОС – это организации, ни от кого независимые, ни с кем не вступающие в конкуренцию. Ну, как же не вступать в конкуренцию, если мировая экономика кругом? Ну, то есть они подчеркивали свой мирный характер. Да, мирный характер, и вообще за, ну, это, того требует глобализация, чтобы было множество центров, там, экономических, политических, многополярный мир и так далее. Многополярный мир, но все-таки за лидерство в этих организациях борются, да, Китай, Россия. Да, негласно, негласно, но борются. Ну, понятно. Собственно, наверное, последний вопрос, наверное, задам. Вот ты была на пресс-конференции Путин, ты сказала. Как тебе Путин, как он там себя вел? Может быть, ты задала ему вопрос? Нет, к сожалению, я не задала ему вопрос, у меня не было такой возможности. Ну, просто потому, что я сидела не близко к центру, это во-первых. А во-вторых, президент Российской Федерации опоздал на пресс-конференцию на 38 минут. Я, смотрите, запала в душ, что так четко это сказал. Вот я просто всегда замечаю опоздания, особенно такие длинные, я засчитываю прям ровно две минуты. Ну да, уже неоднократно много где опаздывал. Ну да, ну, конечно, можно понять, у него был плотный график встреч, вот, ну, он извинился, когда явился на встрече с журналистами в конечном итоге. Вот, но время самой конференции было ограничено. Ну, это отняло время у конференции, да? Да, потому что потом у него были еще другие встречи в рамках этого саммита. И, значит, ну, стали задавать вопросы. Вопросы задавали так, пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил. Вот, пожалуйста, вон там в том углу корреспондент Первого канала, а вон там он Российская газета, а вон там он Рео Новости. Ну, как бы издания такие федеральные, центральные, федеральные, государственные, да, все абсолютно свои. Вот, и они задали вопросы, в ответ на которые он сделал программные заявления. Там, по Греции, по Ирану, там, по Украине, ну, и по всем вопросам, в общем, он дал ответы. Про развитие Шоссе-Брикс и так далее. Ну, и в итоге в конце уже стали думать, как бы это... Один вопрос дали китайскому корреспонденту. Китайскому. Да, китайскому. Далее нужно было еще кого-то спросить. Спросили корреспондента, который задал шуточный вопрос. Ну, это само собой, на пресс-конференции с Путиным. Да, это непременный атрибут пресс-конференции с Путиным. Шуточный вопрос, тоже протокольный. И что же за вопрос? Ну, спросили его. Вот вы дали обещание там индийскому премьеру, что вы будете заниматься йогой. На что Владимир Путин ответил. Йога подразумевает не только физическое, но и духовное развитие. Я начал с духовного. Осталось ему только поверить. Прекрасно, очаровательно. И последний вопрос, все-таки еще остался один последний вопрос, который вот действительно был непротокольный, непопманный. А кто это спросил? Я в этом больше чем уверена. Этот вопрос задала корреспондент такого издания, которое называется «Редкие земли». Это федеральное издание. До этого «Сельская жизнь», я помню, задавала он вопрос на пресс-конференции. «Редкие земли». Ускопрофильное. И я видела эту девушку. Она, в общем, была возмущена тем, что ее не допускают в пулы, и она не может участвовать на встречах глав государств. И была без... Поэтому она активно задавала вопросы на брифинге. Затем, когда она попала на пресс-конференцию, она тянула активно руку, и вот, наконец, ей досталась такая счастливая возможность. Она задала вопрос, ну, вопрос касался развития БРИКСа, что-то такое. А, она сказала, какие языки теперь учить, если вот БРИКС так развивается, ШОС, и он сказал, изучайте там башкирский и еще какой-то, не помню какой. Ну, тем самым сделал комплимент в столице проведения саммита. И не ответил на вопросы, в общем-то, да? Ну, да. Ну, собственно, все, наверное, да? Твои впечатления. У нас в гостях была Гульмира Монгалиева, журналист газеты «Недели в Саратове». Она побывала на саммите ШОС и БРИКС и рассказала, как же все это выглядело снаружи и изнутри. Продолжение следует.